Добрый день, Джагиди. Я хочу выразить благодарность организаторам данного форума, данного мероприятия. Это дорога устоит сегодня, особенно когда в мире такое творится у нас в стране, собрать людей, которые могли преодолеть всякие страхи, и где-то побыть вместе, и услышать, и увидеть то, что мы сегодня здесь увидели, например. Низкий поклон непосредственно, конечно, главе всего этого в лице директора, а самое главное Генрих Адамович Тихонович, это один из последних тех, я бы сказал, мэтров, которыми я даже знаком, это было такое поколение, троица, которые на Кубани начинали бахчеводство, и те результаты, которые они добились, мы сегодня их видим на лицо, это Цигурецкий Николай Иванович, Дьюкин, который отсюда потом перешел работать в Адзахане, и вот ныне живущий у нас Генрих Адамович. Особенно вот на сегодня, что мы видели, да, сказали вроде как 13 артур, но нам показали больше. Я так долго что... Интересное здесь направление, они, вот, значительная часть работы отточена именно под кустовые формы. Особенно вот обратили внимание, была так, небольшая порционная тыква, оранжевого цвета, кругноплодная, то бишь, она по вкусу, это нормальная тыква, то бишь, съедобная тыква. Как мы понимаем, если мы твердопорную нас понавлядно заставишь кушать, это надо когда-то в Москву везти и все остальное. А именно здесь кустовая порционная форма, это до 20 тысяч можно и на гектаре сделать. Если пусть по 2, а мы видели, по 2, по 3 плода, пусть по килограмму, ну это стрельник под 100 тонн с гектар. В принципе, и на сегодняшний день, при этом периоде вегетации, они сказали, это 60-65 дней. И вот эта тыква сейчас, даже пердопорная, не вкусная, ну какая-то, гармолайка, по-другому тыквы, по-другому не зовешь, это просто картинки. Продают супермаркеты в 100 рублей. Реальная цена с поля это около 30, 100 тонн, 300 тысяч. Ни одна культура вам столько, как говорится, не даст. Почему бы не рискнуть, почему бы не сделать вывод? Согласен. Сегодня в Докумане у нас около 5 тысяч гектар подозреваемых. Смело можно заявить, что это примерно 90-95% занято импортными гибридами. Почему? Гибрид всегда будет лучше, чем соль. По выровенности, по одновременности созревания, по значительной устойчивости к апиатическим каких-то стрессам. И тот, конечно, кто свою работу ориентирует на реализацию большими объемами, куда-то отправляет в Москву, туда и дальше, там, конечно, не выращивает там користан и подобные гибриды. Но ценовая политика. 5 рублей в этом году користан даже 5,50. Значит, 10 тысяч на гектар вы должны положить, 55 тысяч вы должны уже достать и вложить. Что в этом году? Вот смотрите, какие примеры, да? Еле-еле все это взошло по одной простой причине. Да, користан остался немножко лучше по всходу, потому что семена иностранцы обрабатывают. Вот такие низкие температуры и значительные холода, которые были сопровождались вот этими осадками, пролонтированными, к чему привели? Мы имели всходы 2-3 недели. Бактериоз активно начал поражать растения. Те сорта, которые не имеют генетической устойчивости или же были не обработаны, они казались сильно уязвимыми. Значительная часть посева пострадала от бактериоза. Иностранные евреи, где предусмотрено применение фунгицидной защиты, конечно, они казались несколько как вывернили, но они циник опять же. Были и такие участки, где по 200 гектар, наверное, наиболее было поражено бактериозом, когда то, что люди от них начали добавляться. Дело в том, что даже сейчас, смотрите, бахчеводцы, если ранее у нас брендовая считалась это тамань, большая и значительная часть бахчевых арбузов выращивалась там, то сегодня бахчевы переместились на сей. Наверное, Пальма Перенс на сегодняшний день принадлежит к Белийскому району по площадям Кропоткин, Белийской району, Новокубанский, вот здесь, более северную часть. Но опять же здесь все расчетывается именно на больших крупных закупщиков. Но все равно останется место и для небольших фермеров, которые будут производить именно для местных развалов, для реализации на месте настоящих вкусных сортов. Потому что по вкусовым качествам, все равно, лично мое такое мнение, все-таки сорта, они будут всегда превосходить гибридом. Даже по сахаристости бывает, что гибрид намного выше идет, но вкус, вкус воды, вкус зеленого такой, вкус сырого, не арбуза. И сорта будет всегда в этом плане преимуществом. Есть, конечно, возможности уходить от негативных факторов. Скажем, если вы прогнозируете или планируете выйти раньше из продукции, вы стараетесь раньше посеять. Что с этим, как говорится, обрабатываете семена крем-протекторами. На сегодняшний день есть и отечественный крем-протектор, ЭПИ, недорогой, но мы расходуемы, невелики. Можно обработать как семена. Это вам даст возможность защититься от период, вот этот, когда низкие температуры, возраст низких температур, а семечко уже наклюнул к самому язвимому моменту. Значит, оно у вас будет неплохо. И еще где-то около двух недель оно сохраняет свои защитные функции после того, как растение вышло. И работать уже по вегетации. Норма расхода там 10 мегалитров, это немного, 50-60 мегалитров на гектар. Можно по сходам, даже по семидорному колену работать. И, в принципе, вы уже защитите свои сходы от влияния низких температур примерно плюс 5 разницы. Если поражение вы там видите, температурный паралич при температуре около 5 градусов, то, в принципе, обработанное растение цирконом выдержит где-то почти до меня. Лишь, ну, как мороз, низкой температуры не уберет. Это вот один из выходов. Значит, конечно, сорта, как и гибриды, лучше себя ведут на высоком фоне агротехники. Правда, сейчас мы сегодняшний день становятся не очень доступны. Сами знаете, сегодня сложное удобрение микроамофоска. Это уже 60 и выше. При норме, при выносе бахчевым культурам, при урожайности 300, это мы примерно 300 килограмм физического веса должны дать. Можете представить, 20 тысяч мы только должны положить. Хотелось бы, конечно, чтобы в этом плане с ценнообразовательной политикой, на которую влияет, на ту продукцию, которая влияет именно на сельскохозяйственное производство, наверное, все-таки государство должно взять свои руки и сдерживать. Я не думаю, что там компоненты, которые природные, стали только дороже. Ну, понятно, что дороже, солярка чуть дороже, электрица становится, но не до такой же степени. Значит, если вы не уносите удобрение, и вы крутитесь в пределах небольшого такого участка, вы же думаете, ну, скажем, своего парня. Вы же не думаете только о себе, что сегодня я должен кормить себя и как-то вырастить детей. Завтра ваши дети будут работать на этом поеме. До чего вы доведете свой участок? До того, что вы даже не сомните и расти не станете. Поэтому удобрения вносить надо. Никуда вот этого не дес. Надо земле возвращать то, что вы у нее берете. Независимо от какой формы. Или идти по пути сеграции, значит, органику вносить. Или же это органические удобрения, там, навоза, там, чего-то еще от крупного проскота. Или же формы, естественно, минерального удобрения надо все равно делать. Как этот год показал, видели сами, значит, холодная, теплая, холодная, влажная земля. И не дала возможности поймать вот этот вот короткий период по температурному фактору, когда уже можно было выходить в поле, нам не дала обладательства подготовить почву. Я думаю, что лучше, хотя, как такой практики нет, допустим, зиму все стоит, похота, а потом мы ее разделаем. Я думаю, лучше все-таки, наверное, почву подбахчивать, планировать и готовить все-таки еще с осени. После похоты дать, там, может быть, февральские какие-то окна, попробовать ее разделать. Даже чем лучше в этом, как вот применять технологию к бифосатам, дать возможности отрасти сорнякам на ровной почве выровнять, естественно, всходы будут более равномерны. По сорнякам выйти, дать 90%, вы сорнякам подняться, отработать бифосатам, потому что на сегодняшний день нет гербицидов против двудольных, и, наверное, долго еще не будет, потому что проще ли не видеть день. В потыке есть почвенный гербицид, его можно применять, там небольшие нормы расхода 1,2-1,6 литра на гектар, там разных элементаций идет по-разному. Это суббольный гербицид, dual gold, в принципе, сразу после посева с обязательной заделкой, примерно 25-30 дней сдерживает развитие сорняков, но опять все зависит от складывающих условий. Если это будет сухая, жаркая погода, быстро металлоклор испаряется, защитный эффект пропадает, деньги говорится на видео. Но в то же время шанс есть уйти от дорогостоящего мероприятия, как это ручная троповка. Или же, как делают, нужно идти по технологиям, все-таки, как работают бахчеводы в Волгоградской области. Да, они высевают на гектар чуть меньше семян, но они практически как работают по квадратной ездовой. И используют в двух направлениях культивацию, мехобработка, тем самым они исключают, значительно исключают вручную вручную, максимум один раз пришли, с расстановкой сделали. И, в принципе, это тоже при складывающейся цене может оказаться значительно такой, помочь получить, так сказать, маржур с вашим урожаем. Какие погодные условия у нас в этом году встретили? Холодный, влажный июнь, и вот недавно совсем, когда идет, шло период формирования развития плодов, температура выше 40, причем в течение не одного дня, а довольно-таки продолжительного времени. На сегодняшний день, в принципе, есть препараты, которые снижают вот этот эффект высоких температур и позволяют вам как-то защитить. Тоже невелика цена на эти препараты. Ну, широко распространенный у нас, по крайней мере, в крае суркон. На сегодняшний день кукурузу, без него уже не выращивают, потому что из-за вот этой воздушно-сухой засухи крутят лист, и мы видим, что мы ехали к вам, есть поля, которые уже, качан, еще початок вверх, говорится, он еще не готов, а растение уже все. Дальше я негетировать не буду, он уже высох, просто нахуй там. Ну, в принципе, мы у себя на своих опытных вариантах, семеноводцы, мы применяем этот препарат, и довольно-таки неплохо получается. Как еще уйти от этих опередических факторов, которые делают нас уязвимы от вот этих вот перипетей погодных, чем мощнее, чем физиологическое состояние растения лучше, тем больше она устойчива и как погодным каким-то колебанием температуры, так же ей устойчивость к вирусам. Чем крепче, тем меньше болей, в условиях. То есть, не стесняться применять на сегодняшний день широкий спектр есть препаратов-стимуляторов, таких, как в основном это на органической основе, там продукты жизнедеятельности разных микробов, бактерий, грибов, там спектр большой, типа там альфастин, там же и тор, появляются препараты. Ну, естественно, хотелось бы, чтобы не напасть на фальсификат, но они тоже неплохо и очень хорошо работают. Не стесняйтесь применять биогуманты. В принципе, вы этим не вредите, ценовая политика надежда незначительно высокая, значит, есть, если дают хорошие эффекты, примерно, у нас было расхода раз в три недели около литра на гектар, и растение прямо взывается, вы сами это увидите визуально. Вот, скажем, циркон, биогумант и там тот же альфастин еще что-то сделает, такой коктейль отработает, через три-четыре дня заходите на поле, появляется листовая пластинка, интенсивная окраска, это вот эффект зеленой бужайки, и примерно около двух недель сохраняется, то бишь увеличится количество хлоропаста у растений, независимо от того, есть генетическая предрасположенность к этому или нет. любое растение отзывается именно таким образом, и у вас есть, вернее, у растений есть возможность перенаправить значительную часть сформировающихся сахаров, которые синтезирующих, не только на свой рост, но и на улучшение своего физиологического состояния. А люди же говорят, чем лучше, чем мощнее растение, тем меньше оно подвержено и остальным вот болячкам, особенно вирусам. От них тоже никуда не перенесет, как мы видели на поле, на мускатных, на плотных сортах присутствует вирус, а вирус в свою очередь потом начинает влиять на период хранения. Особенно если вы запланировали там плотные сорта или тем более мускатные сорта проложить, продержать как-то дальше, тут не стоит рассчитывать на успех своего мероприятия, потому что потери могут при хранении составить до 50% и выше. И та анажа, которую вы планировали получить, может оказаться просто вместе с сотратами на закладку, на эксплуатацию помещения, просто съесть ваши требования. Похвастаться о своих сортах, ну, конечно, в Тулу со своим самоваром не ездится, поэтому мы видели здесь достойные шикарные позиции. Особенно мне вот понравились такие вот чистые, женские типы посетения. Сегодня для нашего поколения, в принципе, это устраивает. Завтра придет поколение, которое начнет работать на гибридах. Ну, это будущее, никуда от этого не денешься. И вот практически чуть-чуть, говорится, выровнять, стабилизировать, дать линию и готовые формы для того, чтобы создавать уже гибрид. Ну, ни для кого не секрет. Папа-мама маленький, а ребенок все равно будет выше, хоть на полголу или на выше. Потому что это гидрозис. Это природное явление. И этим надо пользоваться, потому что сокращение площадей все равно идет. И интенсивность эксплуатации, биоресурсов должна быть намного выше. Но это будущее, мы, наверное, это-то не застанем, это будет у тех, кто после нас будет. Но вот здесь, в этом заведении, то бишь, уже шаг сделан на будущее всего, как говорится. У шоссов, конечно, популяция, популяция биотипов, всегда будут там чуть-чуть отклонения по окраске, чуть-чуть отклонения по рисунку, по форме. Будем мы всегда выступать, но все равно сортирую будет. Пять, может, десять процентов площадей они будут подсорканы. Особенно для минимальной технологии. Ну так, вроде бы, о всех бедах можно рассказать. Хорошо, Виктор Эдуардович, а скажите, чтобы не забыть, из Ставропольского края, не знаю, доехал он сюда или нет, из Зимовниковского района, говорит, что химия не работала в этом году, никак не получалось, эффекта не было. Поскольку влажный год и много введителей, много болезней, он не знает, как справиться. с таким боем встречались. Конечно, это вплошь и рядом. Тот, который реализует ту же химию на следующий день, которую мы применяем, до конца полной информации не существует. И мы часто допускаем ошибки, не зная полной возможности этого препарата. Ну, один из таких распространенных, характеризован контактной системы, и все. Но он при высоких температурах вообще не работает. Более того, что он не работает, он еще и стимулирует. Примерно, если вы там видите, что трипс, а это будет очень благоприятный для развития трипса, и поражение настолько масштабное, что он съедает просто листовую пластинку. У нас по отдельным культурам и на ранней дыне фактически уничтожена листовая пластинка, не только среди трипса, каратезионного отрабатывания. Вместо того, чтобы, скажем, если на листовой пластинке в момент обработки это 5-6 способов, считаем, то через неделю их там больше 50. Фактически мы их стимулируем этой обработкой. Мы уничтожали все, что рядом, и что биологический какой-то фактор, сдерживающий развитие, мы наоборот освобождали ему дорогу, и он начинал активно развиваться. Поэтому часто отсутствие полной информации по применению препаратов у нас, конечно, мы ожидаем этот эффект, но мы его не видим, потому что они не имеют полных рекомендаций досконально. Поэтому добиться от кого-то это очень сложно. Или к такому уже более менеджеру высокой, так сказать, ранде надо обращаться. Или взрыв на это проба ошибок, делать небольшую для себя глянку, смотреть, считать через 3-4 дня, и при видимом эффекте, значит, повторить. Если вы используете препараты, чтобы арбуз не горел, как-то есть? Ну, циркон дает неплохой результат. Циркон это уже по... Да, да. Уже легитация, когда идет формирование плода, в принципе, обработка раз в неделю, но опять же возникает. Жалко ездить по полю. Или планируете сразу оставлять технологические проходы, чтобы потом не ездить, не давить плоды. Ну, это, наверное, будет лучший вариант. Вы больше защитите. Я вот знаю примеры, где, скажем, буквально вчера разговаривал с человеком, 3 гектара користана сварилась. Вот користана. Полтора гектара нашего сварка, ну, даже так, не хвалюсь, но чуть-чуть у него осталось. Користан просто сварился. Поехали покупатели, начали резать военный арбуз. Три гектара. 150 тысяч, 165 тысяч просто на поселенную арбузу. Есть и другие препараты, предлагают, я не помню название, там и французская фирма есть, предлагают. Ну, и, конечно, если будете работать, обязательно, скажем, по всходам, фаза шатра, дайте азот. Ну, по возможности, какая, в кормы, или в разброс, серит, вы, или же, калистовую подковку сделать, то, что там, не надо там секать на то, что еще листовая пластинка, листовая масса не накрыла всю площадь, арбуз, он за счет своей поверхностной корневой системы, которая у нее параллельно формируется, которая уходит с тюжневая вниз, он и эту часть, и то, что все сверху бежит, он все равно заберет. Поэтому тут, как говорится, не думайте, что вы просто землю поливаете. Ну, если так, то можно отключить какие-то форсунки, которые мимо идут. Листовые подкормки все очень эффективны на сегодняшний день. И доступны эти препараты, и недорогие. Они идут в виде там комплексов, щелатных комплексов, легко доступных, подвижных. Если будете добавлять ливанты, это вещества, которые добавляют быстрее войти, то практически можно работать. Ну, и по температуре, скажем, у нас в 8 утра уже почти 30, да? В принципе, и при этой температуре можно работать с ливантами. Растягивают капли, нет, нет температурных ожогов, вот таких за счет сферических капли. И вы помогаете растению. И цена вопроса там, ну, в пределах 400, может быть, 500 рублей. Есть прекрасная биофабрика, в Тимошовке. У них есть неплохие наработки в плане... Биотеха, да. Да, у них есть наработки неплохие по биопрепаратам. Тоже невеликая цена, но применение их при обработке почв, значит, увеличивает подвижность фосфора, увеличивает подвижность калия. У них есть форма препаратов, которые самостоятельно азотфиксирующие бактерии живут. То бишь, ну, фактически, как вот параллельно в вашей культуре растут еще и бобовы. Можно так сравнить. Тот же горло, да, и они помогают вашему растению азот фиксировать. И как будто постоянно вы подкармливаете вот азотом. Почему бы нет? Те препараты, которые на основе триходерма, полностью позволяют вам снизить риски по почвенной, патогенам. Тот же фузариоз. Потому что многие, кто крутится вокруг небольшой зоны, ну, там, 2-3-4 гектара, где вы не имеете возможности там включить зерновой клей, еще как-то отступить, вынуждены из экономических соображений дымной мошки, да. Это на сегодняшний день пищи. Ну, тоже появляется из сорта. У нас есть, сейчас я хвастаюсь своим, да, у нас есть поздний сорт, который имеет генетическую устойчивость именно на который ты не можешь. Но пока это не единственное у нас, в нашей генетике, сорта, в татуе, конечно, тоже. Есть еще вопросы, Виктор Ильдович? Нет? Виктор Ильдович?